ФСБ России заявило, что убийство Дарьи Дугиной раскрыто. Названо имя подозреваемой. Это некая Наталья Вовк, гражданка Украины. Философ и идеолог русского мира Александр Дугин сегодня впервые прокомментировал смерть дочери. Он заявил, что Дарья погибла, цитата, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк еще вчера категорически отверг обвинения в адрес украинской страны о причастности к взрыву. Подробнее об итогах расследования ФСБ в материале Негины Бероевой. Менее двух суток понадобилось ФСБ России, чтобы раскрыть убийство Дарьи Дугиной. По их версии, подрыв автомобиля организовали их коллеги из украинских спецслужб. На месте, то есть в России, работали две гражданки Украины. Наталья Вовк и ее 12-летняя дочь София Шабан. Спецслужбы России опубликовали видео. В Россию мать с дочерью приехали на мини-купере. Какую границу они пересекали, неизвестно. Но в этот момент на машине были номера ДНР. В России номера сменили на казахстанские. Вот скриншот с камер видеонаблюдения. В Москве Наталья и София сняли квартиру в одном доме с Дарьей Дугиной, чтобы изучить ее образ жизни. На этих кадрах, опубликованных ФСБ, Наталья Вовк заходит в тот самый дом. Рядом с Дарьей Дугиной они жили почти месяц. 22 августа украинки поехали и на музыкально-литературный фестиваль «Традиции», который проходил в выходные в музее-заповеднике имени Пушкина. Этот фестиваль проводят уже восьмой раз. Организатором выступает Захар Прилепин. Дарья Дугина на нем была почетным гостем. Ее отец Александр Дугин читал лекцию. По одной из главных версий, именно Александр Дугин должен был сесть в машину к дочери. Но в последний момент передумал и поехал следом. В итоге, на месте взрыва он оказался одним из первых. По версии ФСБ, взрывное устройство мощностью около 400 граммов. В тротиловом эквиваленте было запущено дистанционно. Взрыв произошел на Машайском шоссе, в районе поселка Большие Веземы. После взрыва, по версии ФСБ, Вовк с дочерью выехали из России. Вот так это было. В провластных новостных каналах тут же появилась информация, что подозреваемая украинка входила в состав полка АЗОВ. На фотографии удостоверение Натальи Павловна Шабан, 79-го года рождения. Шабан якобы фамилия в девичестве или при другом замужестве. В социальной сети ВКонтакте страница Натальи из Мариуполя удалена, но сохранились фотографии, которые там были опубликованы. Еще одна подозрительная находка прокремлевских каналов – объявление о продаже мини-купера. Того самого, на котором Наталья Вовк якобы приехала в Россию, следила за Дугиной, взорвала ее машину и уехала из страны. Продавец автомобиля, захватывающий истории, Руслан Шабан. Напомню, по версии ФСБ, такую фамилию носит дочь Натальи – Софья. Наталья Вовк с дочерью объявлены в розыск. По версии ФСБ, после совершения теракта они на машине с украинскими номерами через Псков уехали из России в Эстонию. Что тут же прокомментировала Маргарита Симонян. Убийцы Даши уже в Эстонии. Эстония их, конечно, не выдаст. Думаю, у нас найдутся профессионалы, желающие полюбоваться шпилями в окрестностях Таллина. Еще раньше официального требования выдать подозреваемых российский сенатор Владимир Жбаров предупредил, чем может закончиться отказ Эстонии – сотрудничать со Следственным комитетом. Сенатор Жбаров. Если Эстония не выдаст Российской Федерации исполнительницу убийства Дугиной, есть основания для жестких действий против Таллина, укрывающего террористку. Прокремлевские телеграм-каналы и твиттер разрываются от призывов к мести. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк несколько раз заявлял, что Украина не имеет никакого отношения к убийству Дугиной. Кажется, я нашла, где выбирать себе автомобиль. Дарья Дугина при жизни, да и после смерти будет известна как дочь Александра Дугина – отца идеолога русского мира и войны с Украиной. Дарья Дугина была последовательницей идей отца и яростно поддерживала войну. Под псевдонимом Дарья Платонова работала журналистом, писала для государственных и близких к власти СМИ. Таких как Russia Today, звезда и Сарьград. Делала репортажи из оккупированного Мариуполя. Ну вот здесь в чате в том числе спрашивают, задают вопросы к версии ФСБ, что же делала дочь вот этой Натальи Вовк, которую называют подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. Об этом сообщает источник ТАСС в силовых структурах. Вот этот источник говорит о том, что прорабатывается версия, что дочь Натальи Вовк могла при помощи ребенка подложить взрывное устройство машины Дугиной. Вот такие озвучиваются версии. Ну а в Азове заявили, что названная ФСБ исполнителем убийств Дарьи Дугиной Наталья Вовк не служила в полку Азов. Само убийство в этом полку назвали подготовкой к трибуналу над азовцами. Цитата. Таким образом Россия подогревает общественное мнение своих граждан по поводу необходимости судилища, говорится в сообщении пресс-службы полка. Ну а к нам присоединяется Кирилл Мартынов, главный редактор новой газеты «Европа». Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете версию ФСБ, которая сегодня все больше обрастала новыми деталями весь день? Я не очень в нее верю. Основное, ну во-первых, я вообще не очень верю в то, что ФСБ умеет так здорово работать. Хотя здесь вроде бы они упустили вот этого Джеймса Бонда в женской версии, эту диверсантку, но при этом вскрыли всю схему буквально за сутки, чуть больше, и сразу выяснилось, что она там действующая военнослужащая, якобы, что вот у нее такой профиль удивительный. Все это сделал наш ФСБ. Основная причина, почему я в это не верю, я не думаю, что такую акцию может сделать одиночка, с одной стороны, то есть что это частное дело какой-то Натальи Вовка из Украины. Это, я думаю, все исключают. С другой стороны, я совершенно не понимаю, какой резон украинским властям или украинским спецслужбам вести такую диверсионно-террористическую работу на территории Российской Федерации. Терроризм — это тот прием, к которому прибегают люди часто, у которых больше нет других способов продолжать борьбу. Так было в случае с чеченским терроризмом, так было с алжирским терроризмом против Франции. Украина войну не проигрывает, Путин не может продолжать наступление в Украине. Более того, у Украины каждый день практически их военная пропаганда приносит несколько хороших новостей, связанных, например, с хлопками в Крыму. На этом фоне атаковать дочь известного российского пропагандиста, причем больше известного на Западе, чем в России, очень странно. Это в любом случае будет квалифицироваться как терроризм и как убийство некомбатанта. Зачем это украинским властям, мне совершенно непонятно. Можем ли мы тут вообще спекулировать на тему того, кто мог быть целью этого покушения? Потому что сначала писали, что машина, которая взорвалась, на которой ехала Дарья Дугина, принадлежала Александру Дугину самому. Потом появилась информация, что все-таки Дарья, и якобы взрывное устройство было заложено прямо под кресло водителя. Можем ли мы действительно рассуждать на тему того, кого пытались убить и кого убили в итоге? Мне не ясно, кому понадобилось убивать 29-летнюю девушку, которая рассуждает про русский мир, как потому, что ей промыл с детства голову ее отец. Дарья еще заканчивала тот же самый факультет, на котором я учился в МГУ. Ну, конечно, в разное время я старше философской. И почему она там интересная цель для такого взрыва, мне не ясно. Есть версия о том, что это такой символический смысл. В этом заключается в том, что россияне убивают украинских детей в Украине. Это такой ответ вроде бы. Но мне все равно кажется, что это очень странная аналогия. И россияне обычно утверждают, что на самом деле они атакуют только военные цели, а прямых террористических атак против детей россияне никогда не подтверждали. Я думаю, изначально мне казалось, что покушение может быть только на самого Александра Дугина. Что связано это может быть с тем, что, ну, во-первых, он, знаете, Дугин из числа тех людей, которые больше любят империю, чем сам император. Да, если, например, Путин решит прекратить войну, то что скажет по этому поводу Дугин, так же, как и Гиркин, так же, как и другие люди, которые Путина поддерживают с правого фланга или, наоборот, критикуют, это никто не знает. Да, то есть они в какой-то момент времени, возможно, могут быть опасны. Но в целом, да, все равно, и, в общем, даже Дугин — это не такая замечательная цель. На Западе есть вот такой романтизированный образ, такой, знаете, немножко такой взгляд на экзотику российскую, как будто вот стоит такой, сидит такой царь на троне, как в начале XX века, а ему в ухо шепчет что-то безумный бородатый старец, у которого в голове какие-то очень странные вещи. Я не думаю, что Путин находился под влиянием Дугина, я не думаю, что он настолько важная фигура для этой войны. Да, вот действительно, вы уже говорили, что западные медиа называют его чуть ли не идеологом такого путинского режима. Это в какой-то мере хотя бы справедливо или у него не было такого серьезного влияния? Я считаю, что это не имеет отношения к реальности. Путинский режим не имеет идеологии. Их идеология — это такие разорванные обрывки какой-то ностальгии по Советскому Союзу, чувство обиды на весь мир. Они не читают книг. Даже когда Путин цитирует каких-то философов, это явно цитаты, которые ему предлагают каких-то советников, советники, и обычно это Бердяев и Константин Леонтьев. А судьба Дугина как такого странного ангажированного интеллектуала, это судьба людей, например, поддерживающих нацистов в 30-е годы в Германии, в прошлом веке, таких как Мартин Хайдегер или Карл Шмидт. Но им всегда с нацистами на самом деле не по пути, потому что нацистам никакая философия не нужна была. Никакие умные люди, образованные люди, книги, ничего такого. Они сами прекрасно справлялись с какими-то своими простыми лозунгами. И мне кажется, признание Дугина как человека, как бы важного для Российской Федерации, оно вот сейчас приходит под фактом, после того, как разбивается эта история про украинский след в этом убийстве и после того, как он канонизирован через убийство своей дочери. Вот вы говорите, что действительно он не имеет такого серьезного влияния, но тем не менее в нескольких расследованиях упоминалось о связях Дугина с правыми политиками в Европе. Мы знаем, как Кремль влиял на них и пытался через этих политиков оказывать влияние на Европу в целом. Вот в этом смысле оказывал ли он действительно какое-то воздействие, как вам кажется? Ну, как участник такого фашистского, немножко развлекательного интернационала, он, конечно, мог иметь какое-то влияние. Просто, понимаете, вопрос ведь в том, о какой степени влияния мы говорим. Одно дело, когда его превращают в фигуру, которая буквально диктует Кремлю какие-то идеологические смыслы, Путин стоит и записывает, да и восхищается, и цитирует. А другое дело, когда это человек, желающий себя видеть при троне, организующий какие-то там хороводы и международные конгрессы с людьми, которые, как и он, верят в так называемую консервативную революцию, в такое радикальное обновление мира ради традиционных ценностей, противопоставляя себя такому обычному, современному западному миру порядка, миру порядку, вот когда он один из сотен людей, которые, или там десятков людей, которые свою роль видят именно так, тогда действительно он может влиять на каких-то маргинальных или не очень маргинальных европейских политиков. Наверное, у него хорошие отношения могли быть с Липен, наверное, он знаком с какими-то итальянскими ультраправыми. Это такого рода интернационал действительно существует. Вот версия о неких украинских националистах, да, прозвучала в первые минуты, там часы, по крайней мере, после убийства Дугиной. Как вам кажется, эта риторика может развиваться дальше, и как смерть, собственно, Дарьи Дугиной может использоваться дальше и пропагандистами, и властями? Ну, пропагандисты уже сразу все осознали, да, как будто даже будучи немного готовыми к этому, конечно, это считывается как, с одной стороны, как повод еще сильнее постараться наказать Украину. Радикальные пропагандисты, такие как Егор Холмогоров, требуют, собственно говоря, теперь убить буквально всех украинцев, заявляя, что вот есть такой выбор, либо украинцы осознают, что они в действительности русские, откажутся от своего языка, либо они будут убиты, потому что это справедливое, как будто бы справедливое возмездие за смерть дочери Дугина. Примерно это же сказал сам Дугин, подключившись к хору пропагандистов, сказав, что ему в ответ на смерть дочери нужна некая победа, чтобы это не означало побед под победой, по всей видимости, такие люди понимают уничтожение Украины и установление, как Дугин мечтает, какого-то совершенно нового политического устройства внутри Российской Федерации, когда нормальная жизнь раз и навсегда прекратилась во имя чего-то более величественного. Ну и многие наблюдатели с первых часов этой трагедии, это убийство, я думаю, что все-таки смерть не комбатанта, это трагедия, убивать никого не надо, если человек совершал преступление, то его надо судить, и дальше надо в этом разбираться. Ну так вот, с первых часов многие сравнивают это с таким, в символическом смысле слова, с убийством Кирова, после которого в 30-е годы в Советском Союзе начался большой террор. Может быть, это слишком серьезное сравнение, слишком повышающие ставки, все-таки Дугин и не Киров. Но тот факт, что этот сюжет можно использовать для усиления борьбы с внутренними врагами, это совершенно очевидно. Враги теперь в Российской Федерации это те, кто публично не высказался в поддержку войны, те, кто промолчал. Спасибо, это был Кирилл Мартынов, главный редактор новой газеты Европа. Обсуждали с ними убийство Дарьи Дугиной, версию ФСБ и последствия этого убийства.